Конгресс США принял законопроект об ужесточении односторонних санкций, который предусматривает ограничительные меры против России, несмотря на крайне негативную реакцию крупнейших американских компаний и ведущих европейских политиков. Резонансный акт в СМИ уже назвали, цитируя, пощечиной Трампу с намеком на то, что отношения президента и Конгресса не складываются. Ответные меры на этот документ уже сегодня рассмотрят в Еврокомиссии. По мнению Брюсселя, санкции приняты в связи с внутриполитическими проблемами в самих штатах и угрожают европейским экономическим интересам. Юлия Ольховская продолжит. Итог голосования, которое накануне состоялось в Конгрессе, сложно назвать неожиданным. По информации, которая просачивалась в прессу, было понятно. Большинство конгрессменов, как демократов, так и республиканцев, намерены поддержать законопроект о новых санкциях против России. В итоге 419 голосов за и всего 3 против. Ввести новые ограничительные меры до летних каникул для конгрессменов, судя по всему, было делом принципа. Документ опубликовали в выходной день. Один из главных ястребов, сенатор Маккейн, который недавно перенес серьезную операцию, ради голосования даже приехал на работу. Санкции коснутся прежде всего российских банков. Срок их финансирования будет сокращен, а также энергетических компаний, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов. Отдельно прописаны положения, касающиеся «Северного потока-2». США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» из-за вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине. Правда, в самом Евросоюзе, судя по реакции его лидеров, с такой трактовкой категорически несогласный документ предписывает правительству Соединенных Штатов уделять первостепенное внимание экспорту американских энергоресурсов. Другими словами, вместо более дешевого российского газа, европейцев хотят вынудить покупать более дорогой американский. Сначала Германия и Австрия выступили совместным заявлением. Инициатива США нанесет ущерб американо-европейским отношениям, но в Вашингтоне сигнал проигнорировали, как и опубликованную перед голосованием статью Financial Times, в которой говорится, что в Европе действия Вашингтона не оставят без ответа. Как отмечает газета Financial Times, главное внимание Брюсселя должно быть сосредоточено на получении от администрации Трампа публичного или письменного заверения в том, что новые санкции не будут направлены против ЕС. Другие варианты, которые рассматриваются в Европейском Союзе, должны предусматривать использование европейского права с целью недопущения того, чтобы меры США были бы признаны и приведены в действие в Европе, а также подготовку совместимых с нормой ВТО ответных мер. Чем дольше молчит Белый дом, тем больше накаляются отношения между США и Европой. Дипломатический источник в Брюсселе сообщил агентством, Евросоюз собирается ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков. Подробности, возможно, станут известны уже сегодня. Еврокомиссия готовит специальный доклад. Обеспокоены не только европейские, но и американские компании. Как сообщают СМИ, нефтяные энергетические гиганты BP, Exxon, General Electric выступили за изменение законопроекта. Однако и к ним законодатели не прислушались. Судя по заявлениям в Конгрессе, главным мотивом при голосовании было наказать Россию. Мы просто не можем допустить, чтобы какая-то иностранная держава вмешивалась в наш избирательный процесс. Учитывая полное нежелание нашего президента наказывать Россию за ее атаки, давайте называть вещи своими именами. Это была именно атака на Америку. Необходимо, чтобы Конгресс выполнил свою задачу, чтобы Россия была привлечена к ответственности. Конгрессменов при этом не смущает, что ни ФБР, ни спецкомитет Сената за 8 месяцев расследования так и не нашли доказательств. По мнению политологов, новый законопроект — это удар не только по отношениям США с Европой и Россией, но и по самому американскому президенту. Он запрещает главе государства снимать санкции без одобрения Конгресса. А если учесть, что Конгресс контролируют республиканцы, получается, президенту, что называется, подставили под ножку его же соратники. После того, как документ был опубликован, в Твиттере Трампа появился его краткий комментарий. Печально, что республиканцы, даже те, кто выехал на моем горбу, делают очень мало, чтобы защитить президента. Они не могут принять закон о налоговой реформе, не могут отменить закон о медицинском страховании Обамы, не могут принять закон о строительстве стены на мексиканской границе. Они не могут ни одну из инициатив Трампа воплотить в жизнь. Но зато республиканцы прекрасно сотрудничают с демократами, когда дело доходит до ограничения полномочия президента. На самом деле, этот закон можно сравнить с поправкой Джексона Венника. Им нужна гарантия, что отношения США и России будут испорчены на многие десятилетия вперед. И ни один президент не сможет это изменить. Законопроект может осложнить администрации Трампа и возврат собственности, отобранной у российских дипломатов в конце прошлого года Обамой. Документ определяет блокирование активов, в том числе недвижимости, находящейся на территории США, как один из видов санкций. Соответственно, вернуть дипломатические дачи Трамп сможет только с разрешения Конгресса. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что американский лидер одобряет новые санкции против России. По сути, президент признал свое поражение, пишет пресса. Как считают эксперты, другой реакции в нынешних американских реалиях вряд ли стоило ждать. Политики, которые не поддерживают антироссийскую риторику, в США сегодня считаются предателями американских интересов. Теперь за документ должен голосовать Сенат. Там, вероятно, поддержка будет почти стопроцентная. После этого законопроект попадет на подпись президенту. Трамп, теоретически, может его не подписывать. Однако, в этом случае, считают аналитики, Конгресс легко преодолеет президентское вето. Для этого нужно две трети голосов, а обе палаты вполне могут их обеспечить. Юлия Ольховская, Дмитрий Вишневой, Первый канал, США.